Ребят, не совершайте моих ошибок. Это все? Навинки, навиночки, навьё. Досадно, обидно. 445 рублей за две полки свежие. Ничего еще не разобрали. Аллилуйя, я это сделала. Не, ну столько она не стоит. Ай, надо потерпеть, потерпеть, потерпеть. Прокисло что-то. Друзья, всех рада видеть на своем YouTube-канале. С вами я, Марина Соя. И по традиции, кофьёк или чаёк. И просто будьте как дома. Выпал первый снег, хоть он частично уже и растаял. Но все равно достаем большие кружки, чтобы налить целую бадью чая. Погода сейчас обманчива, поэтому наливаем себе чаёк, да побольше лимончика. Кстати, по поводу необходимости витамина С для профилактики. Его нам нужно принимать не только вовнутрь из лимонов и бадов. Но и наша кожа жаждет заряд бодрости, энергии, молодости, сияния и ровного тона кожи. Белорусский бренд Claire Cosmetics создал целую линейку C-Vid Pro из 9 продуктов для всех ледис и для всех типов кожи. В том числе и для чувствительной кожи. Так как в уходовой серии C-Vid Pro содержится в составе витамин С стабильной формы. То есть компонент хорошо проникает в кожу и не окисляется при дневном свете. На тестирование у меня было 6 продуктов из линейки. Бренд разработал средства по двум направлениям. Первое это Glow Therapy. Уход, который снимает следы усталости, выравнивает тон кожи, придает сияние. И второе направление это Age Therapy. Это уход из линейки C-Vid Pro, который уже направлен для зрелой кожи. С брендом Claire Cosmetics я вас уже ранее знакомила. И их увлажняющая мицеллярная вода просто топ. Вы наверное наслышаны, что витамин С положительно влияет на нашу кожу. Выравнивает тон кожи, борется с пигментацией. Особенно это актуально для тех, кто грешил с нанесением SPF этим летом. Антивозрастной эффект способствует повышению уровня коллагена. Защита от повреждений благодаря антиоксидантным свойствам витамина С. Ну и конечно, помимо витамина С в составе линейки C-Vid Pro. Также присутствуют другие мощные антиоксиданты, пептидный комплекс, неоцинамид, гиалуроновая кислота и другие активные ингредиенты. И в целом все компоненты обеспечивают эффективный уход за кожей. Сразу скажу, что все успела протестировать и выявила для себя любимчики-фавориты. Первым делом залог чистой, сияющей кожи это конечно же хорошее очищение. Бренд Клэр Косметикс предоставляет нам два вида средства для умывания. Это мягкий гель и также пенка для умывания. Оба продукта тщательно и мягко очищают кожу без скрипа. Очищающим гелем я пользовалась в вечернее время, когда я смывала макияж, где вот пожалуйста мицеллярной водой сначала. А после уже гелем для умывания смывала остатки макияжа. А уже очищающий мусс пенкой я пользуюсь утром. Это как говорится база, друзья, рабочая база. Берите для очищения как утром, так и вечером, либо наоборот. Тут уже каждый найдет для себя свой фаворит. А для себя я выбрала фаворит, это пенку мусс для умывания. Люблю такие форматы. После умывания восполняем PH кожи, напитываем и уже начинаем этот процесс с тонера. Да-да, благодаря этому продукту уже кожа будет увлажненная и напитанная. В тонере целый комплекс витаминов от витамина С, Е и В5. Тонер хорошо увлажняет, смягчает и защищает кожу от обезвлаженности. Я замечаю ваши комментарии в моем телеграм-канале и в ютуб-канале также. Вы спрашиваете, Марина, девочки, посоветуйте сыворотку с витамином С. Получите, распишитесь. Сыворотка с витамином С от Клэр Косметикс вас точно порадует. Естественно, чтобы выровнялась кожа, ушли пигментные пятна. Это что нужно? Конечно же, регулярность в применении. Коробочки я оставила, чтобы вам показать, в каком формате приходит продукт. Оформление, наполнение, дизайн приятный. А стоимость-то какая приятная. В итоге, когда я достала эту сыворотку, я подумала, о, она такая прям как сочный мандарин и апельсин. А это оказывается стекло окрашенное. Это тоже большой плюс, чтобы солнечные лучи, дневной свет не проходил через прозрачное стекло. Ну и конечно же помним, что не храним уход на солнце, на окне, убираем куда-нибудь в темное место, либо в стол. В двух словах, сыворотка приятная на ощупь, быстро впитывается, кожа после напитанная, увлажненная. Ну и конечно же, витамин С восполняет кожу и дарит ей сияние. Никогда не забывайте про кожу вокруг глаз, как утром, так и вечером. И как раз в линейке C-Vid Pro есть два варианта крема для век. Первый вариант, такой знаете, классический, Glow Therapy, возможно подойдет до 30 лет. Glow Therapy имеет легкую, приятную текстуру, которая быстро впитывается. Как говорится, что нам еще и надо. И как полноценный уход, и как подготовка кожи к макияжу идеально подходит. Но молодость-то мы все хотим продлить, поэтому второй вариант мне, наверное, уже будет актуален. В линейке как раз есть крем-филлер для кожи вокруг глаз, H-Therpy. И крем для век с витамином С как раз помогает высветлять синячки под глазами, освежать взгляд. То есть не только прибегать к консилеру, но и уход с витамином С нам тоже помогает. Я вам уже говорила про приятную стоимость, а вот с промокодом будет вдвойне приятнее. На Азон с 1 по 8 ноября будет действовать скидка 15% на линейку Cevit Pro от бренда Claire Cosmetics. Скидка будет действовать по промокоду, который вы найдете в закрепленном комментарии и также в описании к видео. Там же вы найдете всю нужную информацию и ссылки на линейку Cevit Pro. Кожу я уже подготовила уходом, сейчас еще нанесу крем для век на губы. Да-да, если что, где-то вычитала, что кожа, губ схожа с кожей вокруг глаз. Ребят, не совершайте моих ошибок, вот я надавила и появилось еще больше. Вот, ага, решила выдавить, да, один прыщичек. Особенно, знаете, когда хорошее освещение, ты такая... О-о-о, надо что-то ковырнуть, не надо. Моя большая бодья чая. Так-то у меня тут еще кофеек. Что сегодня у нас с вами на обзоре? О-о-о, ну вот это чеплашка. Что тут только нет. Последние новинки от бренда Catrice, от Vivienne Sabo. Далее тут новинки Art Deco. Последние новинки от Arrive Makeup, я их не тестировала, тоже заказала. А остальное мы обсудим по ходу дела. Ободок какой приятный, не давит. Это я заказала набор из трех штук. Что-то вообще цена копеечная была. Первый ободок, второй ободок обтянут атласной тканью. И третий это вот такие бусики. Ссылку на набор оставлю в своем телеграм-канале. Ну а мы приступаем к макияжу, приблизимся. Начнем, а давайте начнем с консилера. Это новинка от Love Generation. Зашла на Ваубри, чтобы почитать про продукт. А мне пришли уже новинки Vivienne Sabo. Это которая Тайна Судьбы. Я делилась в своем телеграм-канале, что на ВБ я заказала. Но также эта коллекция появляется в Магнит Косметик. Я даже ни к чему. Что тут 9? Указано 9. А это 9 часов твоего сна в милом флаконе. Не-не, подожди, у тебя тут есть конкурент. 9 часов сна. Меня взбодрит кофе. То есть этот консилер должен меня преобразить, что как будто бы я бодра, весела и, например, спала всего лишь 5 часов. Легла поздно под утро. Да, я грешу, у меня сбит режим сна уже несколько лет. Ребят, я ложусь поздно. Ну, конкретно поздно. Я понимаю, что это не есть хорошо, особенно для женщины, девушки. Это плохо. Что-то с этим я не могу никак побороться. Консилер скрывает все несовершенства кожи, не сушит и не забивается в мелкие морщинки. Консилер по стоимости 400 рублей. Выбрала я третий оттенок. Выбирала чисто наугад. Что-то мне подсказывает, что спонжик это все просто снесет и никакого перекрытия не будет. Я сейчас кисточкой распределила. Покрытие здесь тонкое. Если вы не спали всю ночь, то вряд ли этот консилер прибавит вам 9 часов сна. Там нужно будет что-то посерьезнее наносить. Я иду, я иду. Меня зовут Наобед. И как раз я пока кушаю, посмотрю, как этот консилер скатается или нет. То есть сейчас я не припудрюсь. Ну и у нас еще будет тон. Посмотрим, как этот консилер сейчас в одиночке посидит. Минут 10-15 я отсутствовала. Давайте проверим консилер. Ребят, я думаю, тут без слов все понятно, что без пудры этому консилеру тут нечего делать. Для кого этот консилер может подойти? Для обладательниц сухой кожи. Но опять же, если у вас сухая кожа под глазами, не забывайте увлажнять. Крем и утром, и вечером для области вокруг глаз. И чтобы этот консилер так сильно не скатывался, его тогда нужно, ну, очень тоненько наносить. А что тогда будет с перекрытием? Тогда вообще и разницы-то особой не будет, что тут 9 часов сна или без сна. Принцесса на гарушь не прибыла. Вот мы. Вот такого покрытия я в целом могу добиться, если я нанесу тон. Далее мы переходим к новинке от Catrice. Invisible Cover Foundation, то есть невидимый тональный крем. 017N. Это самый светлый, который я вот нашла. Ну, окей, попробую, что уже делать. В итоге, девочки, идеально мне подошел. Вот как моя вторая кожа. И когда я тестировала этот тон, я поняла, что сколько бы я тонов от Catrice не тестировала, большая часть меня радует. Ну, вспомните, популярный тон матовый с пипеткой HD Liquid. Ну, какой популярный тон. А в свое время мне очень нравился тон Catrice Almat Plus. Так у меня вопрос. Вот я стала искать вот этот тон Almat Plus, и сейчас у них переупаковка. То есть это тоже самое или нет? Кто тестировал? Напишите в комментариях. Иногда, читая отзывы на Валберес, я такая, а мы об одном и том же говорим, об одном и том же тоне. Я поняла, что отзывы могут совпадать или нет, это нормально. Но когда пишут, что этот тон невозможно растушевать, ребят, я тут спокойно натыкала вот так вот и сижу. Спонж от Essence. Нормально все тушуется. Ой, тут от консилера, конечно, пользы никакой. Тональный лучше освежил. Ну да, тон начинает потихоньку фиксироваться, но не в момент, он не застывает. Если распределять спонжем, вот такая картина получается. Перекрытие здесь можно варьировать от легкого до среднего. Не скажу, что это лайтовая версия тона, нет. Это что-то такое среднее по большей степени. Покажу поближе Т-зону. Она у меня сейчас немножко капризничает. Подбородок тоже немножко капризничает. Вот посмотрите, сколько смог тональный крем перекрыть. Также я прочитала в комментариях, что на ком-то этот тон окисляется. Ну вот это вот 017N. Вот, пожалуйста, я свочи растушевала. Имеет тепловато-нейтральный подтон. Нет, ребят, здесь курочки-гриль не будет, я тестировала. Финиш здесь не наглухоматый, нет. Он больше такой живой, немножко сатиновый, бархатный. То есть для комбинированной и жирной кожи нужно припудриться. Стоит этот тон 600-700 рублей. И, ребят, это пушка-бомба. Это надо брать. Бюджетный тон, хороший тон. Я не скажу, что у меня сейчас максимально идеально кожа, есть нюансы. И этот тон не делает хуже. Этот тон украшает, скрывает некие нюансы, перекрывает некие нюансы. Сходит этот тон тоже равномерно, не кусочками, ничего, так, знаете, хлопьями не подчеркивает. Сезона, да, она немножко сияет, но прям нормально, терпимо. Можно убрать салфеткой излишки себума и все. Прежде чем перейти к пудре, у меня тут есть кремовые продукты, которые я еще не тестировала. Это я оставила, знаете, чтобы с вами посмаковать. Естественно, мне с вами интересно тестировать что-то впервые. Но какие-то продукты я стараюсь заранее протестировать. Например, тон. Ardeco выпустили продукты в стике. Три варианта румян и два... А нет, подождите. Скульптор и бронзер. Давайте как раз начнем со скульптора и бронзера. Посмотрим оттенки. Контуринг. Сколько здесь продукта? Это все? 4,5 грамм. Возможно, это нормально. Первый сводч это контуринг. И второй будет бронзер. Подрастушуем. Такое чувство, что контуринг будет по суше. Что он даже зафиксировался уже. А вот бронзер, он более влажный. Да, у них текстура разная. Начнем со скульптора. Я что-то думаю, вот наносить, наверное, на все лицо не стоит. Потому что фиксация есть. Давайте я сразу буду подтушевывать. Текстура здесь такая плотная. Пигмент хороший. Поэтому можно разогревать продукт. То есть нанесли на руку. И уже можно сказать с палитры. Вы набираете и распределяете. Тогда вы точно себе каких-то там пятен, нерастушеванные полосы, к примеру, не поставите. Тогда тень будет мягкая. Вот, пожалуйста, я стика наносила. А здесь с палитры. С палитры мне очень понравилось наносить. Если скульптор нам создает тени, то бронзер нам придает свежести. Вот знаете, как после солнышка. Я думаю, что я тоже нанесу с палитры. Набираю синтетической кисточкой. И наношу на выступающие участки. О, неплохо, неплохо. На носик тоже. Но радеко приятно удивил. Контуринг и бронзер идут в универсальном и одном оттенке. А вот уже румяна представлены в трех оттенках. Я выбрала оттенок 6. Текстура здесь близкая с бронзером. Если уж пошла такая вечеринка, я буду набирать с палитры. Румянец здесь получается натуральный. После мороза каждый продукт стоил 1000 рублей. Я заказывала на Валберис. Может еще где-то можно найти дешевле. Но арт-декой никогда особо-то и не был бюджетным брендом. То есть вы должны понимать, что примерно за одну позицию 1000 рублей надо отдать. Для надежной фиксации, конечно, это надо еще сверху пудрой пройтись. Я даже не знаю, какой тут фаворит выбрать. Мне все три стика понравились. Контуринг имеет свое значение. Бронзер свое и румяна, конечно же, тоже. Румяна на каждый день вот просто пяткой растушевать. Очень комфортные, удобные. Мне кажется, одеяло на себя сейчас взяли румяна. То есть они сейчас больше преобладают в макияже. Но знаете, картина же создается из множества мазочков. И также макияж. Вот кажется, что ой да ладно, там один продукт взяли. А возможно, вот всего по чуть-чуть и вот картина какая появится. В этом же и фишка, чтобы не было конкретно видно. Так вот тут контуринг, вот тут бронзер. Здесь румяна. Всего по чуть-чуть. И из этого складывается вот такой освежающий макияж. Что еще для лица у меня есть? Пудра, само собой, Катрис. Хайлайтер от Essence. Он меня так привлек. И многофункциональная палетка от Катрис. Козий Глоу. Уютное сияние. У Катрис уже выходили две похожие раскладки. Многофункциональные для лица и для глаз. Я делала обзор. Можете глянуть. Ссылку оставлю в комментариях. Если там были нежные румяна, здесь уже румяна, ну такие. Румян будем еще добавлять. Чтобы добавить такие румяна, желательно припудриться. Потому что это очень пигментированные румяна. Тем более немножко такое сатиново-влажное покрытие сейчас. И это можно поставить себе пятно. Румяна пигментированные и насыщенные. Давайте припудримся. У Катрис вышла рассыпчатая пудра. Конечно же с Глоу эффектом. С сияющим эффектом. Ну это что? Обычные матовые пудры просто такие. Ладно, мы пока в отпуске. Пользуйтесь сияющими пудрами. Пахнет чем-то сладким пудра. Если что, с этой пудрой борщить не надо. Иначе будет не то что розоватое пятно. Но шанс есть. Эту пудру нужно аккуратно наслаивать. Вот, пожалуйста, даже на руке слегка виден такой нежный розоватый подтон. Сияющие пудры на руке выглядят так, но на лице выглядят абсолютно по-другому. Так как наше лицо не как натянутый кулак. Кожа здесь мягкая, с рельефом, с порами, разная. Пуфиком я уже пробовала. И здесь у меня образовывалось такое розоватое пятно. Ну да, его было видно слегка. Лучше сначала кисточкой пройтись, а потом уже можно и пуфиком. Да я почти сейчас вся розовая от румян. Что нам, как говорится, это пудра. И чтобы зафиксировать макияж, чтобы кожа стала более-менее бархатистой, если это нужно, чтобы макияж дольше продержался, нужно достаточное количество пудры. То есть расход здесь, я бы не сказала, что маленький. Какого-то глоу-эффекта я здесь не наблюдаю особо. Эта пудра хорошо удерживает макияж, но если у вас жирная кожа, рассмотрите что-то более такое надежное. Неплохо. И такая розовая пудра подойдет для тех, у кого тусклая, серая кожа, кому нужно вот что-то вот такое, освежаясь. Потому что эта пудра реально имеет легкий подтон. Далее я перехожу к палетке Катрис. Хочу взять румяна. На припудренное лицо не так страшно. Можно поставить пятно. Я вас предупредила, что румяна достаточно пигментированная. И кому нужны такие красновато-бордовые румяна пигментированные, то вот, пожалуйста, вот эта палетка. По теням здесь такая классическая база. Коричневый, молочный, чтобы, возможно, границы подтушевать, растушевать. Сияшка, даже две сияшки. И вот похожая версия оттенка, только сияющая. Это уже для век. Пудра Катрис стоит 500 рублей. Недорого. А многофункциональная палетка Катрис 800 рублей. У меня такой макияж молода и свежа. А, кстати, что нам и надо. Как насчет того, чтобы добавить уже новогоднего настроения? Ну, я смотрю на этот хайлайтер. Голубовато-сиренево-розоватый. Хайлайтер мне напоминает зиму. Посвочим. А, возможно, это будет выглядеть как тени. А почему бы и нет универсальный продукт и для глаз, и для лица? Чуть-чуть добавим. Какой-то холодный, либо серый полосы не оставляет. Хайлайтер симпатичный. Зачем я наношу его уже во внутренний уголок, я не знаю. Ну, прям захотелось уже добавить. Хочу отметить, что хайлайтер отлично зашлифовывается в кожу, не подчеркивает текстуру, рельеф. Ну, и за 380 рублей, девочки, берем, берем. И для век можете использовать. У меня же тут еще хайлайтеры. Новые хайлайтеры от Reluie в двух оттенках. Давайте покажу сводчи. Я думаю, здесь некуда уже лепить. Просто посмотрим. Первый и второй оттенок. Хайлайтер дает влажное сияние. Текстура как водичка, и хайлайтер фиксируется. Это большой плюс. Хорошо будет наноситься на тон, фиксироваться. Это первый оттенок снизу. И вверху второй, более теплый. Очень достойно смотрится. Это бренд Reluie. Но опять же, это на руке. Давайте чуть-чуть я добавлю, ну, чтобы прощупать на макияже. Возьму оттенок первый. Так как я припудрилась, я нанесу с палитры. То есть пальцем нанесу. Я люблю кремовый хайлайтер у Alien. И знаете, вот сейчас это тоже будет находкой. Жидкий хайлайтер, который еще и фиксируется. Вот, пожалуйста, я разбавила. И получилось такое сияние нейтральное. С ноткой вот этого холодка. Вот тут даже на ощупь было понятно, что хайлайтер стоит вашего и моего внимания. И по стоимости хайлайтер жидкий Reluie стоит 323 рубля. Это знаете, когда вот этого сияния влажного иногда зимой не хватает. Летом, ладно, мы потерям. И как-то вот это сияние внутреннее выходит просто. А зимой все-таки кожа иногда страдает. Морозы, холод, ветер. Кожа бывает обезвоженной. И вот чтобы она все-таки тоже, да, сияла изнутри. Уход это в любом случае с витамином С. Да-да-да. Берем на заметку. И также, например, пройтись вот так вот точно жидким хайлайтером. Хайлайтер Эссенс ничего не подчеркнул. И вот Reluie тоже очень хорошо лег. Кстати, да, можно прокрасить ресницы и уже все, вот макияж готов. Далее мы переходим к бровям. И здесь у меня новый продукт от Arrive Makeup. Карандаш для бровей в оттенке 2. Я когда его открывала, у меня тут еще вылезла вот такая лопатка. Я так понимаю, когда мы наносим гель для бровей, можем еще вот так вот прижать. Карандаш имеет вот такой косой срез. Копье на руке рисует жестко. На бровях, я думаю, самое то будет. И с оттенком я считаю, что угадала. Благо есть щеточка. Карандашом я заполняю пустоты. Нижнюю границу подправляю, делаю более четче. Ну и смотрим до и после. И как раз цвет карандаша мне добавил нотку теплинки. Честно скажу, что таким форматом карандаша для бровей, скошенным, таким плоским, я реже пользуюсь, чем классической версией тонкого карандаша для бровей. Но карандаш неплохо справляется со своими задачами, поэтому формат карандаша здесь явно, ну, на любителя. Вот такой формат. Стоимость такого карандаша для бровей 522 рубля. Финишный штрих. Это гель для бровей от Пусси. Щеточку я после влажной салфеткой очистила, чтобы дольше меня радовал своей прозрачностью, потому что зарекалась я наносить гель до тона, а все равно привычка осталась, что брови я делаю после макияжа лица. Там макияж лица готов, дальше мы переходим к макияжу глаз. Vivienne Sable нас так держит на крючке, не отпускает, потому что у них локальные новинки выходят чуть ли не каждый месяц. То румяна, то тититинт, туши с котиками, тона, 4 стихи. Кстати, про последние новинки Vivienne Sable вы можете посмотреть тоже в моем видео, которое недавно выходило. Новые палетки Vivienne Sable вышли в двух раскладках. Более бордовая версия и вот более зеленая, да, можно так сказать, холодненькая. Кому-то зеркала не хватает, если вот в дорожную косметичку брать. Кстати, здесь решили обойти острые углы с одной стороны. Упаковка здесь чуточку получше, чем у Stellar'и палетки. Кто не смотрел, про новую коллекцию Stellar'и обязательно посмотрите. Наслышано уже о дуахромах в этих палетках. Давайте смотреть. Начнем с сияющих. Рассматриваем поближе. Четыре матовых, более-таки холодные все-таки присутствуют оттенки. И пять сияющих. Плотная текстура. Два дуахрома меня здесь влегкут. Зеленый такой, мне кажется, уже во многих палетках ничем не примечательный. Ну, просто такой благородный, травянистый зеленый. Кстати, если рассматривать вот этот оттенок, красивый, дуахромный из палетки. Здесь переливы из салатового, зеленого в розовый. Слегка даже серостью немножко отдает. И что-то наподобие мы недавно с вами обозревали. Это Catrice. Оттенок однушки 10. Вот с виду в рефилах вообще не похоже. А на деле? А на деле схожее что-то есть. Вот этот прохладно-салатовый в переход в розовый. В обоих еще присутствует такая нотка сиреневого, либо серости. Меня здесь влечет вот это сочетание. И больше всего, знаете, где раскроется вот как раз эта комбинация? Все примерно из одной оперы, не под копирку. Но вот это сочетание переливов, оттенков очень мне нравится, импонирует. То, что я сейчас нанесла, это бренд Nuage Sparkle в оттенке D50. Ну вот теперь вы можете выбрать, что вам по душе. Потому что ради чего-то другого покупать эту палетку, как бы окей, я ее купила за 705 рублей. Но она без скидки, как-то я, видимо, удачно там с промокодом ее купила. Она так стоит 1209 рублей. Сколько? Не, ну столько она не стоит. Не-не-не, 1200 не. Прежде чем мы перейдем к палетке, у меня тут есть еще сияющие тени от Catrice. Давайте посвотчим. Идем сверху. Оттенок 10, оттенок 20 и оттенок 30 снизу. Да, красиво. Да, неплохо. Но это если в толстый слой нанести. Навеком мы так не нанесем. Это все скатается. Мы в любом случае будем это все подтушевывать. И когда это дело все подтушевывается, ничего и не остается. Сейчас я растушую. Текстура у теней как водичка. И в итоге вот что остается при растушевке. Оттенок 10, оттенок 20, оттенок 30 снизу. Какой-то цветной базы я здесь особо не наблюдаю. То есть на веках это будет ну просто как блесточки. Вот эта тема больше подходит на жидкий хайлайтер. Буду наносить оттенок 10. И границы подтушевываю. Это влажненько и немножко липковато. Поэтому как базу можно использовать под сияшки. Мне конечно проще взять спаркл катрис. Либо лимоний, либо нуаж. Но кому нужно легкое сияние. Вот такое вот прям легчайшее. То почему бы и нет. Хайлайтер от эссенс если взять. Тоже будет неплохо сиять. Но здесь получается более такое влажное сияние. Я сначала такая фу-фу-фу на сводчах. А сейчас смотрю и ну неплохо. Просто видимо я привыкла к такому плотному покрытию. Спарклом. Чтобы вот прям одно движение и все перекрылось. Все сияло, мерцало. А здесь все-таки по лайту. Жидкий тень катрис в трех расцветках. Каждый оттенок стоит 500 рублей. Перехожу к палетке теней. И буду начинать построение формы. С коричневого. С темного. Беру маленькую кисть бочонок. Набираю коричневый. И от складки века по неподвижному веку я веду затемнение. Какой-то он не коричневый, а сероватый. К внешнему уголку я не спускаюсь. Веду линию прямо. То есть бочонком я наслаиваю. Можно сказать по линии. А более пушистой кисточкой я подтушевываю верхнюю границу. Левый не так красиво подрастушевался, чем правый. А вообще нужно и правильнее будет так выстраивать. Вот если вы захотите вот такую форму выстроить. Берем карандаш в дереве коричневый. Рисуем направление и подтушевываем границу. То есть карандаша надо было начинать. Я сначала попробовала вот эти тени. Потом взяла темный матовый коричневый. То есть тенями пытаюсь тут подрисовать. Ну что-то вышло. Сейчас еще будем миксовать. Я думаю это все обыграем. Далее я беру спаркл. Центральный. И наношу на подвижное веко. До коричневой тушевки. Не, подождите. Мне не нравится вот эта грязючка. Я попробую тоном это все подчистить. Ну вот, уже получше. Но вот видите, да, здесь такие пятнышки коричневые. Коричневый и вот этот темный его аккуратно тушевать в легкую дымку тяжеловато. Фокус. Давайте я посветлее добавлю в эту тушевку. В целом можно сделать, как я изначально. Помазюкали. Потом консилером почистили. Продолжаю наносить в центр дуохром. Буквально на все подвижное веко. К внутреннему уголку наношу кисточкой. Но на веках я какого-то сильного дуохрома не вижу. Вот давайте поближе посмотрим. Такое чувство, что россыпь блестков. Понятно, что есть переливы, но они такие, как я ожидала. Если вы захотите большего дуохрома, то это надо уже наносить нуаж. То есть смотрите, нуаж выглядит плотнее. И на веках будет тоже плотнее. Вивен Сабо выглядит более так россыпью блесточек, чем таким плотным оттенком. Макияж глаз у меня сегодня импровизация. Ну, как и всегда. То есть сейчас я сделала несколько элементов, заполнила все подвижное веко. Далее я перехожу к карандашам. Наслышана я в телеграм-канале про эти чудо-дуохромные карандаши. Бьюти Бом, как говорится, подвиньтесь. Мы вас помним из какой там коллекции. Шикарные у Бьюти Бом были карандаши. Выпустили бы они в постоянную коллекцию их. А Райф Мейкап я еще не тестировала. Выбрала я три оттенка. Давайте сейчас нанесу. Посмотрим сводчи. Ну, спасибо, пожалуйста, срок годности наклейку вот делать. Даже оттенок. Вот, пожалуйста, номерация оттенков на месте. А то бывает, знаете как, снимешь всю вот эту защитную пленку, а там срок годности и название оттенка. Вообще все-все-все. И ты такая с пустым тюбиком и думаешь, а как тебя назвать? Как тебя обозвать? Какой ты оттенок? Они жестко ломаются. У меня второй уже сломался. Я вроде немного выкручивала. Ну вот, всего лишь. А внутри их не так уж и много. Вот. Выдвигаем буквально несколько миллиметров. Из пяти оттенков я выбрала три цвета. Посмотрим, зафиксировались. Да, все, не растушевать. Карандаши стойкие, гелевые. Я такие карандаши не рассматриваю в тушевку. Я их рассматриваю для какого-то акцента во внутренний уголок, либо на слизистую. Во-во-во-во. Смотрите, как играет дуахром. Стоимость каждого карандаша 558 рублей. Беру первый. Наношу в слизистую. И слегка в ресничный край. А светлый оттенок я тогда нанесу во внутренний уголок. Да его тут и незаметно. Ну, за стойкость, конечно, отдельное спасибо. С нижним веком я еще не закончила. Дальше у нас стрелы. Только нужно покрасить верху межресничку. Беру гелевый карандаш от Influence в оттенке 02. Для глаз. Дальше я буду рисовать стрелки. И как же долго я смотрела на эти подводки от бренда Нуаш. Особенно на оттенок бургундии. Это сейчас в тренде. Если вдруг кто не знает, что за бренд Нуаш. Во-первых, бренд славится своими спарклами, которые продаются на Вауберис. Во-вторых, мои любимки, мои лопачки. Это я про кисточки. Часто вы можете видеть вот эту кисть в макияже. Такая мягкая, универсальная, лапка. Кисть тоже для всего. Пушистая. И еще скошенная кисть. А еще в моей коллекции есть косметички. Заказывала тоже на Вауберис. Если что, в двух расцветках заказала и не пожалела. Кстати, они в двух размерах, где поменьше. Тут-то я в них уже сложила. А вон набор из двух косметичек. Вот, пожалуйста, побольше и поменьше. Пошла смотреть, сколько я их заказывала. 445 рублей за две. Сейчас 483 рубля. Есть цвет хаки. Фисташки, я его так назову. Розовый и черный цвет. Рекомендейшн. Вот серьезно. Ребят. Кайф. Каждую подводку я купила за 477 рублей. Посмотрим свотчи. О, кстати. Вот коричневый хорош. Знаете, бывает коричневые ближе к черному. На веках вообще непонятно. Черная стрела, коричневая. А вот здесь вот смотрите, какой вот прям шоколадный оттенок. Бургунди хорош, не темный. А давайте сравним. Это удивительно, но факт. Посмотрите, пожалуйста. Найдем отличия. Обе подводки имеют одинаковую форму. Такие граненые. Бьюти Бомб и Нуаш. Вы только посмотрите. Реально схожи подводки. А что по цвету? Ну, давайте вот здесь сверху сравним. Ну, Бьюти Бомб будет потемнее чуть-чуть. Меня уже что радует, что у Нуаш кисточка. Давайте пробовать. Стрелы любви, стрелы надежды. Ой, мне так не нравится вот эта грязь теневая вверху. А я вот посмотрела вот эти коричневые в палетке. Ну, серые. Серо-коричневые. Вот этот коричневый, он тушуется в такую тоже в грязь, куда же больше. Тут телесного нет. То есть, вот сразу нужно понимать, из чего вы будете форму строить. А здесь как бы все такое грязненькое. Хоть я и пытаюсь здесь что-то наслоить, хотя подводка с первого раза нарисовала стрелу. Если глаз слезится, то сложнее уже нарисовать вот этот клювик внутренний. А вот что по стойкости? Давайте проверим. Это я влажной салфеткой вытираю. Ну что, приятно. Вот, пожалуйста, подводка посидела на руке. И все, зафиксировалась. Мне нужно что-то дополнить в макияж глаз. Но это не из этой оперы. Возьму туда палетку от Catrice. Срочно добавляю румяна в тушевку. И этот же оттенок по нижнему веку внизу. Тушь я возьму от Essence, коричневую. Можно взять бургунди, но я решила помиксовать с коричневой тушью. Остались губы, и сейчас я буду тестировать блеск желе от Arrive Makeup. В линейке 6 оттенков я заказала 3 цвета. Я сейчас прочитала, что это не просто блеск желе, а это еще тинтующая штука. Посмотрим сводчи. Пахнет, как будто прокисло что-то. Сок забродил. Наносится, как водичка. Ого, нюдовые тинты. Это что-то новенькое. Рассмотрим поближе оттенки. 0,1, 0,4 и 0,6. Ну что, попробуем каждый без карандаша? Нет, давайте все-таки с карандашом. Арт-визаж 54 номер конфетка. Давайте пойдем с 0,6. Я исключаю оттенки, которые могут сюда не подойти. Ну а вдруг подойдет? Запах специфический, конечно. Ну на губах сочно лежит. Ну на губах смотрится сочно. Убираем верхний слой. Легкий натуральный тинт. Окей, нормально, мне нравится 0,6. Даже на повседневку. Смотрите как. Ну а верхний слой, вот смотрите. Он сошел. Следующий. Следующий оттенок наношу 0,1. 0,1 оттенок такой, знаете, переспелый персик. Но он хорошо будет смотреться летом. Убираю верхний слой. Ну это очень так ненавязчиво. И остался 0,4, который посерединке. Я так сначала отшила оттенок 0,6. А в целом он достойно смотрелся. И давайте проверим, останется ли тинт на руке. Только 0,6 и остался. Остальное тут ничего не тинтует. Вот имейте ввиду. Досадно, обидно. Я думала, о, надо же. Нюдовые тинты. Не, ну так неинтересно. Я тогда себе оставляю в косметичку 0,6 оттенок. Вот от него хотя бы я увидела результат. То есть, когда я сниму сейчас верхний слой, ничего на губах-то не останется. Это я про оттенок 0,1 и 0,4. Добавлю 0,6. Ребят, что-то я прикопалась-то. Это же не тинт. Это блеск жилет для губ. Просто допом идет еще тинтующий эффект. Но, видимо, не у всех оттенков. Пардоньте. Но вот этот привкус и аромат, он меня немножко смущает. Да, к нему можно привыкнуть, когда сойдет верхний слой. Тогда меня ощутим. Мне хочется добавить бронзера. Что-то вот румян, бронзера. На фоне макияжа глаз и губ лицо сейчас смотрится таким бледненьким. А изначально, когда не было макияжа глаз, в целом макияж лица был прям нюдец. Хороший такой нюдец. Гулять да гулять. Всего по чуть-чуть добавлю. И хайлайтера мне уже не хватает. Добавлю румян от Vivienne Sabo. Баланс, гармония в макияже должна быть. Должна, но не обязана, да? Ну вот и все. Ну вот и все. Что-то не то. Губы выглядят полупустыми. Нет, просто изначально оттенок не подходил. Что тут забабахать-то? Карандаш Love Generation в оттенке 0.5. И нанесу плампер Vivienne Sabo в оттенке 0.4. С моими правками сейчас макияж меня удовлетворяет. Я кое-какие изменения внесла по губам, румяна добавила, бронзера. Быстро и вкратце, что мне понравилось из этого обзора? Продукты для лица. А знаете, а походу все понравилось. Ну тон точно, да? Контуринг, бронзер, румяна, арт-деко, да? Понравились жидкие хайлайтеры от Reluie. Если вы как раз хотите сияющую кожу в макияже, но чтобы это не было заметно, ну именно продукта, это будет незаметно, это будет красиво, натурально сиять, без крупных блесток. А вот по поводу крупных блесток, вот их даже и особо-то и не видно. Это я про Essence. Ну понравился мне хайлайтер. Ну, ну прям люблю я. Я как-то не заценила консилер от Love Generation. Уж слишком он жидкий. Но имейте в виду, что скатывается жестко без пудры ни-ни. Может я зимой еще попробую этот консилер? Зимой больше хочется таких, да, влажненьких, кремовых текстур. Пудра от Catrice. Больше да, чем нет. Но не Валфонтан. Вот знаете, что прям... Это лучшая пудра... Нет такого. Вот про тон могу сказать, что хорошо, молодцы, постарались. Пудра нормальная. Палетка Vivienne Sabo. За полную стоимость точно нет. Со скидкой, ну если вам нужна такая цветовая гамма. Я что-то в работе не кайфанула. Тем более, если вам нужны дуа-хромы сияшки, я вам привела примеры. Catrice, Нуаш, Лимонии найдете. Жидкий тени Catrice больше нет, чем да. Палетка Catrice. Ну знаете, для меня ядреная раскладка. Румяна это что-то... Ух! То есть предыдущие две раскладки, они также есть в наличии, продаются. Они для меня более спокойные, более такие носибельные на каждый день. Это тоже возможно для кого-то, но для меня мощно. С румянами я могу переборщить. Вот прям... По продуктам Arrive Makeup, что я тестировала, что мне понравилось. Все нормальное, все рабочее. На что ёкнула? Карандаши дуа-хромные, наверное, за такую стоимость. Окей, да, рабочая вещь. Близкие желе, это, знаете, такая тема, когда наносишь и думаешь, ой, не надо потерпеть, потерпеть, потерпеть. Аромат и одушка и все такое вот вокруг рта не очень. Скорее всего, я их еще потрогаю, пощупаю. Но, знаете, если тинтует только один оттенок, а нюдовые, ну, просто, ну, ну, просто такие легкие блески, так у меня есть проверенные блески. Кстати, список моих фаворитов в плане пламперов, масел и блесков вы найдете в моем телеграм-канале. Пишите в комментариях, кто вот это тестировал от Arrive Makeup, что и как, как носится, пишите. Возможно, я чуть позже распробую эту композицию от дужки и мне понравится в носке. В целом, продукт неплохой. Хорошо обволакивает губы, губы и выглядит сочно, красиво. Но вот этот верхний слой, ну, он моментально сходит, естественно, он блеск ведь. А тинт остается только у шестого оттенка. Вот и все, Catrice меня порадовала в этом обзоре. Да, Catrice в последнее время вообще каждую неделю все новинки, новиночки, новье. Как мне нравятся хайлайтеры в этом макияже. Я прям кайфанула от даже двух. Сразу все вместе нанесла когда. Очень надеюсь, что в этом обзоре вы для себя что-то нашли интересное. Либо сказали себе, ой, нет, спасибо, не надо. Пишите в комментариях, кто тестировал косметику из этого обзора, либо присматривался. Кстати, ребят, точно чуть не забыла, кто ждал, ждал и надеялся. Кто хочет смотреть мои видео на телевизоре. Но нет возможности в последнее время смотреть с ютуба на телеке. То, аллилуйя, я это сделала. Сообщество ВКонтакте. Я создала буквально вот недавно. Залила туда последние 12 роликов. Можете включить. Готовить себе там бутисы, борщик, чаек. И все. Это вот смотреть, кайфовать. Ссылку на мое бьюти-сообщество вы найдете в описании под видео. Также в моем телеграмме есть в закрепе ссылка. Пожалуйста, подписывайтесь. Буду всем очень рада. А мы закругляемся. И я вас от души, друзья, благодарю, что это время вы провели со мной. Я вас всех люблю, ценю и обнимаю. Не, еще не с наступающим Новым Годом. Еще два месяца. Но такой вайп уже начинает поступать, что... Я... Мы тут зашли в Леруа Мерлен. Я просто так... Полки свежие. Ничего еще не разобрали. Вот только, видимо, поставили. Все новогоднее. И каждый раз думаешь, ну куда эту уже барахляндию солить? А все равно хочется какую-то новую игрушку. Новую статуэтку. Нового медведя под елку или Деда Мороза. Ну что-то такое... Атрибутики новогодние хочется. Ну так-то осень еще за окном. Снег выпал и растаял. Все. Закругляемся. Я с вами прощаюсь, но ненадолго. Всех люблю, ценю и обнимаю. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok